Судя по всему, в Европе возобладал крутой и жесткий подход к вопросам по кремлевскому карлику. Путин, скорее всего, рассчитывал, когда начинал шантаж, рассчитывал на то, что мягкотелая Европа возьмет, мол, и поддастся угрозам, угрозам нападения на Украину, угрозам балтийским странам и так далее, свернет активность в Украине, свернет полностью активность в балтийских странах, повыводит, откуда только можно, войска, и вообще заткнется там где-то на задворках, и он будет править в Восточной Европе в зоне влияния бывшего преснопамятного Советского Союза, так же, как это делали секретари ЦК КПСС. Но в Европе возобладал абсолютно противоположный подход. И этого стоило ожидать, потому что, знаете, бандиту и уркагану нельзя давать свободы, нельзя давать почувствовать, что он страшен кому-то. Дело в том, что бандит питается страхом. И поэтому с ним надо разговаривать как можно максимально жестче. Что и делает сейчас Европа. Итак, в противовес тому, что Путин требовал, Европа сейчас открывает в Украине учебную военную миссию, которой раньше не было. Об этом заявил Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Вот так вот Путин дожился. То есть Путин получает прямо противоположную тому, что он хочет результат. Плюс этот результат будет еще до того, как начнутся переговоры. То есть Путину ясно дают понять, что весь твой шантаж оставь там в Кремле и в своем бункере. Ты вот своих генералов там рассказывай им какой-то геликий, могучий. А нам не надо рассказывать. Мы знаем цену твоей армии, мы знаем цену тебе, мы знаем цену твоим олигархам, твоим деньгам и вообще всему, что тебя окружает. И цена вам дырка от бублика, всем вместе. Поэтому Европа открывает, судя по всему, в Украине учебный военный центр, где будут натаскивать украинских офицеров. Это правильно. В принципе, наши, конечно, офицеры имеют грандиозный боевой опыт. Уже 8 лет все-таки войны с Россией это не один день. Опыт есть. Чего нам не хватает? Нам не хватает, нашим офицерам, откровенно, конечно, не хватает знания современных европейских систем ведения огня. Если американцы нам более-менее с оружием помогают, Европа до этого как-то вот она так, знаете, посматривала, прищуриваясь, посматривала на Москву. Но после вот этих ультиматумов Путина, судя по всему, на Москву больше никто, прищурившись, смотреть не хочет. А хотят смотреть уже тоже, как и Украина, через прицел оптической винтовки. Соответственно, будут помогать украинским военным, прежде всего, с точки зрения управления войсками, с точки зрения управления современными системами огня. Вот так. То есть, знаете, мне очень отрадно было слышать то, что Европа, наконец-то, видимо, все-таки уроки Второй мировой войны и Первого Путина, я имею в виду, Первый Путин это Гитлер, Путин это уже Второй Гитлер, как бы. То есть, их можно считать как? Гитлера можно считать Первым Путином, Путином можно считать Вторым Гитлером, они же одинаковые абсолютно. Так вот, уроки Путина Первого все-таки сыграли свою роль, которые были в 1939-1945 годах. Европа, видимо, все-таки поняла ошибки, которые были Чемберленом и другими деятелями тогда совершены. Ни в коем случае бандита и агрессора нельзя умиротворять. С бандитом и с агрессором, коим является Путин, путинская Россия, нужно разговаривать жестко и исключительно с позиции силы и вообще не вестись на шантаж. Тогда бандит стухнет, обмякнет и тоже будет идти на разговор. Но уже не на своих условиях, а на условиях всего нормального мира. Продолжение следует...